Лето 2021 года. Путешественник Альберт Северный отправляется в экспедицию на своем автомобиле Toyota Hilux. За 100 дней он должен достигнуть самых крайних точек России, доступных на внедорожнике. Альберт Северный, его внедорожник и бескрайние просторы России. В маршруте у путешественника 42 региона страны в Благовещенск попал случайно. В инстаграм ему написала владелица местного отеля. Предложила навестить столицу Преамурия, предоставила кров. Этот маршрут я три года вынашивал в голове, что я хочу таким маршрутом проехать. Просто наступило время, что появилась возможность, появились партнеры. Время, повторюсь, и я решил поехать. То есть в первую очередь я это делаю для себя. Своим опытом Альберт делится с подписчиками на ютуб-канале и в инстаграме. Снимает фильм «Простодневное путешествие». Прибыв в Благовещенск, энтузиаст посетил местное сообщество любителей автопробега и успел прогуляться по городу. Столица Преамурия оставила лишь хорошее впечатление в памяти путешественника из Москвы. Очень позитивные ребята, дружелюбные. И город, вот я говорю, мне таким приятным показался. Центральная часть, большой потенциал для туризма. Тут понятно, что, не знаю, может кто-то скажет, что это плохо, что так близко Китай. Китайцев многие недолюбливают. Но я считаю, что у вас здесь классно, что на том берегу Китай. Тут вот я знаю перспективы ваши, что тут канатную дорогу строить будут. Благовещенский Альберт провел два дня. Говорит, хотелось бы больше, но нужно спешить в Хабаровск. Все необходимое для дороги и жизни у путешественника находится в авто. Посуда, продукты, газовая плитка, палатки, канистры и автозапчасти. И даже искусственный газон. Вот такой рулон. Раскатывается, что у вас. И палатки есть в пичине. Спальники, естественно, но у меня нет. У меня и коврики, и на полу в машине тоже из такого газона. Едешь, ты босиком разнулся. Приятно. И у него грязь впитывается. Это вытряхнул, помыл. И опять такой лайфхак. В день Альберт проезжает в среднем тысячу километров. Вернуться в Москву путешественник планирует в сентябре. И уже строит планы насчет кругосветного автопробега. Алена Лепкалова, Дмитрий Козлов. Программа «Город».